тут у нас был новый год но как у нас у все был новый год мы сидим за новогодним столом едим салаты без картошки и кто-то начал разговор о кошках и как-то все так закрутилось завертелось некоторые люди были за некоторые против стерилизации и кастрации кошек и котов если вы не разбираетесь в каком-то вопросе разберите сначала просто так утверждать о чем вы догадываетесь не надо я пытался сказать рассказать доказать привести доводы факты что нужно это делать но некоторые люди все-таки начали говорить что этого делать нельзя это противоестественно противоприродное и вообще это аморально говорю я напишу сценарий я сделаю об этом ролик на чем сделаешь ты кто ты там какой-то журналист то говорю там-то и там-то у меня там всякие ролики делаю на и ну ладно посмотрим давай ссылку поэтому меня плюс несколько подписчиков я написал сценарий если у вас есть дома кошка или кот послушайте внимательно неважно сколько вам лет все природно и необходимо вашей кошки или коту я сказал слово природно для гармонии всегда будут люди за и против чего-либо ну для равновесия и это нормально есть люди которые против стерилизации кошек часто сторонники этой стороны не могут обосновать почему они против но максимум что-то вроде могут сказать типа ты вмешивайся в природу так нельзя делать больше никаких доводов привести не могут ответить можно просто таким людям когда вы принесли кошку в свою квартиру вы уже вмешались в природу ну верно же это животное это хищник оно обязано жить на природе самостоятельно охотиться но так как человек приручил кошку около десяти тысяч лет назад 10 тысяч лет назад мы изменили естественную эволюцию кошек следовательно теперь мы обязаны вмешиваться и далее в их природные перемены в жизни питание общение и размножение когда же нужно стерилизовать кошку желательно это сделать на седьмом месяце жизни вашего пушистика причем не важно где живет кошка в квартире частном доме в любом случае стерилизацию нужно делать конечно если вы не хотите этих маленьких очаровашек а если хотите то но ничего делать не надо рассказ будет касаться и котов и кошек чаще всего противники кастрации котов мужики они говорят зачем лишать котов интимного удовольствия мол это не по-людски тогда кот уже будет типа не котом а черт его знает кем не мужик уже будет вот только когда коту будет семь месяцев и старше он будет имитировать вязку с мягкими предметами носками кофтой подушкой рукой вашей потому что она волосатая начнутся крики чаще всего по ночам вы будете дрессировать кота уговаривать при убеждать его что ж ты делаешь так нельзя это аморально и даже бить кота могут такого делать ни в коем случае нельзя только напугаете кота это инстинкт это сильнее чем кот но зато вы живете с мужиком да кот мужик это здорово начинается метка территории как это происходит вертикальная поверхность это может быть стена диван ножки от стола и так далее кот подходит делает движение хвостом и разбрызгивает мочу с небольшим количеством специального вещества метка с очень резким запахом вывести эту метку крайне сложно да практически нереально водой с порошком моете переклейте даже хоть обои все равно запах останется очень надолго некоторые коты метят территорию еще и фекалии да говном оставляя их просто посреди комнаты на кровати где угодно фу такое слышать фу но раз вы взяли кота в свое жилище вам необходимо знать не только как его кормить поить и просто гладить так миленько нужно знать остальные моменты для его правильной жизни чтобы его образ не мешал вам а вы не мешали ему не кастрированные коты более агрессивны они начинают царапаться кусаться его невозможно взять на руки погладить стремится выбежать на улицу побегать чтобы хоть как-то облегчить тот напор который у него внутри кот стремится найти самку чтобы спариться или кота чтобы подраться с ним и первый и второй способ облегчит его муки коту будет примерно неделю тяжело весной и даже осенью если кот на протяжении нескольких лет не получает то что заложено в нем самой природой начинает развиваться самые неприятные болезни например рак да у котов тоже может быть рак то есть по сути такие хозяева понемногу убивают своего кота есть вариант находить каждый загул для кота кошку тогда он будет получать то что ему нужно от природы вот только такая помощь не спасет отметки территории криков причем кот может гулять даже по четыре раза в году а может вообще каждый месяц неужели хозяин будет четыре раза в год каждый год искать кошку платить деньги чтобы не думаю если хозяин сильно озабочен что кастрация это не природная он рассказывает вариант когда кот вяжется с кошкой они кошку берут к себе домой кормят заботятся о ней пока она родит котят а затем всех котят а их может быть как один котенок таки четыре котенка и даже десять котят всех котят мы раздаем в добрые руки чё серьезно да ладно вот только такие хозяева только говорят о таком варианте никто не делает и делать так конечно не будет когда кошка вынашивает котят это ну быстро до примерно два два с половиной месяца но затем когда котята уже родились им нужно окрепнуть это еще месяца полтора неужели кто-то четыре месяца 4 месяца будет заниматься такими вещами а как только вы отдадите котят в добрые руки код в этот же день снова попросит кошку и опять все по новой такого не бывает в реальной жизни а вдруг во время операции пойдет что-то не так но когда будут кастрировать кота да такое тоже может случиться конечно ногу это случится крайне редко почти никогда не следует бояться и ожирение кота после кастрации как вас могли запугать на форумах и что вы знаете типа кастрировать кота то он сразу станет жирным да ничего подобного код может прибавить в весе может а может но незначительно он даже более таким симпотным станет тем каким-то там дрыщем а вдруг пойдет во время операции что-то не так значит это хорошо что вы заботитесь о своем коте переживаете это замечательно выбираете таблетки но тогда вы явно не заботитесь о своем коте таблетками вы сделаете плохо своему любимцу у него сто процентов не 29 не 90 не 50 100 процентов возникнут проблемы со здоровьем это рак знаете по статистике у кастрированных котов продолжительность жизни выше чем у не кастрированных это связано с физиологией животного конечно если у кота правильная половая жизнь тогда цифры продолжительности жизни примерно равны но все равно даже такой год будет жить меньше чем кошка кошки живут дольше котов мы конечно при нормальной половой жизни следующий пол кошки и сразу главный вопрос можно ли один раз родить кошки а потом уже стерилизовать нет нельзя ну как же так кошка по природе своей по природе своей должна испытать радость материнства и должна хотя бы один раз родить что ж вы за люди такие да блин кто сказал что кошка должна испытать радость материнства не должна нынче вы испытывать один раз тут или постоянно рожать каждый год или вообще не рожать коты и кошки все же животные они люди они живут инстинктами у них нет планов на совместную жизнь вот с этим черным котиком нет с рыжим да с рыжим буду жить они не мечтают как будут вместе с котятками играть в погоне за лазерной точкой или ниточкой если отнять котят у кошки через полгода она их даже не узнает и воспримет как чужих а через год и вовсе как сексуальных партнеров а кот после рождения своим детям откусывает головы своим же детям так как он чувствует в них конкурентов чтобы они потом не бегали за самками и не драться с ними такова природа вот вот это вот природа называется если с котиками можно еще как-то ужиться не кастрируя вред здоровью кошки смертельный когда она готова давать потомство а хозяин просто бьет ее ногой чтобы не становилась в позу и не кричала если год-два кошка не получит кота вовремя у нее сто процентов начнутся проблемы со здоровьем гормональный сбой перемена настроение постоянная агрессия итог всегда один рак молочных желез и иные формы рака возможно вы видели огромные распухшие животы кошек так вот это она и есть это рак если кратко надо стерилизовать кошек и кастрировать котов и тогда ваши пушистики будут вас радовать и не обсыкать стены и не будут орать а если вы все таки хотите этот маленький комочек счастья маленького котеночка вы можете взять в добрые руки то есть вы уже будете добрыми руками бесплатно на каком-то там сайте просто так бесплатно маленького котеночка вот только если вы возьмете не забывайте когда вы взяли маленького котеночка к себе в свое жилище вы взяли его не только для того чтобы улыбнуться погладить и сказать ути пути вы также взяли на себя Ответственность, обязанность Теперь вы должны знать Как за ним ухаживать, как кормить И когда нужно его стерилизовать Или кастрировать Но как бы это страшно не звучало Все-таки это животные, а не люди Нужно к ним Ну, искать другой подход Наверное, хватит рассказывать Спасибо, что смотрите мой канал до сих пор И с Новым Годом